Новости о том, что в доме работают люди, быстро облетело всех собственников жилья. Поэтому уже через полчаса здесь собралось большинство местных жителей, чтобы услышать хоть какие-то новости о судьбе своих квартир. Приехала уже третья какая-то экспертиза. К какому поводу и для чего, тоже не знаю, смотрят квартиры наши. Лариса с семьей сейчас живет на даче. Ее не меньше других волнует причина, по которой дом стал давать трещины. Вот если пена была вот здесь, около стены, то вот видите трещина. Полка шел в плит и отходит. Тем временем специалисты университета и руководители Искитимской архитектуры, отдела городского хозяйства и местного ЖУ осматривают подвал дома, изучают особенности коммуникаций, состояние фундамента. Для того, чтобы найти причину всех бед, нужна глобальная экспертиза. В нашей области лишь несколько лабораторий могут провести такое обследование, в том числе с ГУПС. После осмотра объекта специалисты выразили готовность провести проверку. Чтобы заключить договор, будут взяты средства из аварийного фонда главы. Плюс к этому сейчас администрация Искитима обращается к губернатору и министру ЖКХ области, чтобы найти средства на ремонт. Часть из фонда модернизации, остальное из резерва губернатора. Если к началу зимнего сезона ремонт провести не успеют, то людям будет выделено жилье из маневренного фонда города. Продолжение следует...